Получил вчера втык. Собравляемся. Забрать там подарочек. Ну как поцик, поцик на пустых баках гоняет. Блогеры за нами следят. Головная боль. Что, Таня, приготовить на ужин? Так, это ты что, нас вот этим кормить собралась? Вот этим собралась, представляешь? Всех с добрым утром. Доброе утро. Мы собираемся, сейчас Вику повезу в садик. Макс сегодня дома сидит. Где там голос какой? Да. В общем, дел хватает. Ладно, увидимся. Ну и я съездил по делам. До клиентов. Пообщался. Все нормально. Клиенты довольны. По другому пути не должно. Вот, сейчас вот еду в офис. Но мне Таня позвонила. Говорит, надо съездить забрать посылочку. Там одну. Подарочек. Вот, поэтому сейчас жду. Кто-то должна мне отзвониться, заезжать за ними, не заезжать. Потому что Макс дома. Чтобы нам все вместе быстренько скататься. И потом уже поеду в офис. Ну все, мы снова вместе. О, да. Я наконец-то настроил лампочку на камере. Потом, что вчера хватил люлей. Получил вчера втык. Ну, кстати, она даже не буйствовала. Она как раз пост в этот момент в инстаграме писала про отношения. Где надо с пониманием друг к другу относиться. И ей, видимо, после того, как она написала такой пост, было неудобно отдавать хороших люлей. Она ей рассказала. Она решила отнестись с пониманием. Ты откратишь. К ошибкам. Ну, ошибки – это часть работы. На ошибках мы учимся. Хорошо все записали. Ну, да. Нет, обидно. Самому обидно. Самый главный смысл меня ругать. Мне самому обидно. Блин. Там ха-ха-хи-хи-хи. Так интересно что-то было. Второй раз уже как бы ты не проговоришь все это. Вот. Поэтому, да, обидно. Ну, ладно. Бывает иногда. Но сейчас все нормально. Сейчас мы должны ему воронить. Таня говорит. Ты раньше говорил, что ты включишь лампочку. Я говорю. Сейчас, говорю, точно включу. Пошел, включил. Теперь мы видим, когда снимаем, что запись идет. Ну, в общем, не об этом. Ладно. Ну, а сейчас мы направляемся. Забрать там подарочек. И Вике продолжает поступать подарки. Да, Вике продолжает поступать подарки от любимой тети, которая живет в Саиногорске. Там подарок был передан. Сейчас его надо забрать. Таня просто там дорогу не знает. Не так, чтобы далеко, но надо выезжать дорогу. Вот. И плюс там еще надо такое дело, из которого надо вместе заехать, сделать. Поэтому мы сегодня все вместе. Даже с товарищем, который не понял, почему все из дома разошлись. А он остался дома. А он остался дома. Один с мамой. Расстроенный был весь час. Вот он ускоро... Сейчас ревел. Сейчас ревел. Он только сейчас позавтракал. Ну, голодный тетка как бы заставил перестать реветь и позавтракать. Поэтому быстро позавтракал. Сейчас едем и все. И потом в офис помчим. Полный баг, шеф. Можете закрывать дверь, я... Все сделаешь, да? По стучу можете ехать. Заправляю свою красотку. А то у нас человек любит на пустом баке ездить. Да. Ну как люблю. Коцик на пустых баках гоняет. О, а мне видно? А Макса видно? Нет, интересно. Ну, а мы уже почти доехали. Нам вон в то здание надо зайти. Сейчас, давай. Загружайся. Блогер за нами следят. Загружаю. Подарочки. Давай. Распаковка будет дома. Распаковка дома. Мы знаем, конечно, что там. Но все равно интересно. Все, 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 все. Ну все, все, едем, малыш. Едем, малыш. Едем. Хочешь, я за руль сяду? Да ладно. Развлекайся. Дай ему сухарик достань. О, сухарик. Будешь, Макс, кстати? А как мне сейчас поехать? Ну, я думаю, вот тут вот. И тебе надо сейчас вот туда направо, как вот мы в метро уезжали. Там, получается, ты развернешься, развернешься, и там вот возле метра, и мы назад выйдем. Подсказывать будущее. Сейчас пока тут доедем. Или что, или нету тут выезда. Или тут нету, но... Давай, наверное, назад. Ну, давай сейчас развернусь уже. Может быть, конечно, там мы дальше где-то выйдем, но не факт. Давай, сейчас разворачивайся. Это что, зачем разворачивайся? Назад ездить сразу. Ой, он абсолютно камеры снимает. Точно камеры снимает. Всем привет. Ну, на обед я домой уже не поеду. Таня ко мне тоже не поедет, потому что с утра время обеда мы уже как раз и скатали. Скатали. Поэтому что-нибудь буду думать так. Может, не буду сегодня обедать. Вот такой вот я. А мне Макса чем-то кормить. Макса чем-то кормить. Я думал, вареники, наверное, сейчас надо купить. Давай. А на ужин что? Что на ужин готовить? Что хотите? Что готовить на ужин, ребята? Ну, это тот ужин. Головная боль. Что, Таня, приготовить на ужин? Вот так вот даже я бы сказал. Сегодня, видите, я думала, в горшочке сделать картошку с курочкой. Картошку? Ну, я люблю это блюдо. Давай. Ну, я тогда сделаю. Делай побольше сразу. Ну, сколько есть горшочков. Все горшки забивай. Сколько есть горшки, чтобы все... Забежишь, наверное, в магазин купишь. Давай, я вам быстро вареники куплю и что-то себе на обед куплю. И хлеб, наверное, нам нужен еще. И хлеб вам нужен, да? Ну, я не помню. Там вообще есть. Ну, вот столечка. Ну, тогда купи свежего хлеба. Да. Сегодня горшочки есть. Хлеб, значит, хлеб. Вареники, если бы что-нибудь. Если бы что-нибудь можно, да? Спасибо. Можно. Хорошо. Спасибо. Я на широкую ногу пойду там все набирать. Ни в чем не буду отсказываться. Ни в чем себе отказываться. Ни в чем не отказываться. Так, Макс, не страдай. Мы уже дома побывали. Сейчас тетя пригласила Максика, Плаксика в гости. Мы, конечно же, не растерялись и выдвинулись. Сейчас едем. А потом поеду домой работать. Макс, я тебя снимаю. Не плачь. Так, ну все, я рулю. Ну, а я начинаю готовить ужин. Нарезал. У меня сегодня, не сказала. Будут горшочки вот такие. Филешечка, картошечка, морковочка. Картошку еще не все нарезала. Лук. Ой, плитка. Так, не ругайся. В общем, у меня горшочки сегодня будут с куриным филе. Обычно я их сразу закидывала в горшочки. Но сегодня я где-то увидела, что маленько поджаривают мясо. И решила я его сначала поджарить на сковородочке, чтобы оно такое было золотистое. И уже потом его в горшочке распределить. Так что сейчас мы жарим филешку. Потом. И пока нарезать буду картошку. Ну, у меня филешка жарится. Я еще решила сегодня попробовать сверху сыром. Положить просто сверху сыр. Мне кажется, будет вкусно. И маслице еще хочу. Тоже никогда не ложила до этого. Но сегодня я делаю новый рецепт. Я раньше просто ложила мясо, все. Картошку, морковку, лук. Заливала водой. Ну, солила, перчила. И все, в духовку. Но сегодня хочу немножко по-другому сделать. Так, ну все. Филешку я слегка обжарила. Сейчас быстренько еще что-то кину морковку. И все это вместе распределю по горшочкам. Да, чтобы она не переварилась, морковка. Ну, то есть я буквально ее сейчас вот тут живу точно. Так, сейчас нарежем лучок. Маленькая лучка. А картошка пойдет сверху. Так, ну все. Я лучок туда уже положила. Картошку сейчас нарезаю. Сверху ложу масло, сыр. И все. И в духовку 180 градусов я поставила. Сейчас на 40 минут закидываю. И еду быстренько за максом. Пока готовится. И у меня уже все готово. Я люблю такой ужин, который быстро все нарезал, накидал. Оставил и уже не переживаешь. Ну все, я посолила, поперчила. Еще у меня есть приправа для курицы. Я решила для аромата немножко насыпать. И все, я заливаю водичкой. Чуть больше я середины заливаю. Так, ну все. Давайте я вам покажу. Вот такие вот горшочки получились. Ну, точнее, еще не получились. Сейчас будем в духовку. У этого у нас нет крышки. Макс ее разбил. Поэтому он будет в таком виде. Ну и все. И закидываем в духовку на 40 минут. Вас встречает зеленый человечек. Очень встречает. Очень странно у нас. Нас кормить, Макс, надо. Я не в том, что мы нас тыкать. Давайте, раздевайтесь. Будем кушать. Макс, не стреляй в них. Господи, он еще и в каске. Вы занесли подарочек. А, будем еще распаковывать. Но сначала покушаем. Вика, раздеваем. Так, там мама у нас что-то достает. Достаю, достаю. Достаю, достаю. Так, это что, у нас вот этим кормить собралась? Вот этим собралась, представляешь? Не, ну в смысле... Не, ну в смысле... Не правда вообще? Ну я так выразился неправильно. Вот это и вкуснотища, это у нас кормить собралась. Вот так и говори. Там еще и сырок сверху, походу. Да. Он просто немножечко подпалился, потому что у него крышки не было. Да он красивее даже. Ну в смысле? Подпалился и подпалился. Я готов... Вот это моя тарелка. Твоя, да? Угу. Не лопну? Вообще не лопну. Поверьте, я не лопну. Так, ну давай я, наверное, буду это... Иди, раздевайся, одевайся. Переодеваться после этого. Давай. Мы распаковываем. Викин подарок. Зампать света. Что в коробке? Что за колесо? Колесо есть в коробке? Колесо. Мне кажется, такую штуку я должен распаковывать. О! Колеса там, какие-то лыжи. Лыжи. Давай сейчас будет папа собирать тебе. Чтобы не плакал. Давай. Снегокат. Снегокат. Папа продолжает сборку. Снегоката. В инструкцию, кстати, я заглянул, подсовывал, подсовывал. В инструкцию. Ты обычно любишь инструкцию? Ну я вообще как бы да. Ты за инструкцию всегда. Я всегда говорю, Таня, ты смотрела инструкцию? Даже Таня как бы не такой. Я вообще не люблю инструкцию, все эти дела. Смотри, кстати, до 50 килограмм я могу на снега Кате гонять. Да, мне кажется, он и 84. Нет, я думаю, не стоит рисковать. Да, стоит рисковать, да. Ну-ка, еще не доделай, хотела показать готовый. Да, почти доделал, сейчас поеду. Поедешь. Я же представим, что вот это снег. За хлебом. Так, мне кажется, неправильно как-то сделано. А все правильно. А чего он так торчит? О, другой. Да не торчит. Вот такой вот снегокат. Выходишь на снег. Давай не вставай. Если ты папа, то берешь, повыше делаешь. Не вставай. И едешь. Вот, представим, что я еду по снегу. Ой, не вставай. Да не встаю я, господи. 20 раз сказала. Ну, я в адеквате вроде. Ну, понятно. А вот это точно не надо развернуть. Вот эта лопасть просто большая, и она под снегокатом оказалась. Может, она должна быть снаружи. Выключай камеру, я посмотрю инструкцию. Давай. Будем считать, что я правильно засунул. Да вот что на картинке.